Дорогие друзья, поговорим про заточку цепей. Любую цепь рано или поздно приходится точить. Сейчас мы покажем, как мы точим своей мастерской на электрическом станке. Вот у нас вот такой вот станочек. Мы вставляем цепочку. И протачиваем сперва все зубья одной стороны цепи. Вот таким образом. Сейчас включим. То есть один пропускаем, следующий. Пропускаем, следующий. После того, как круг прошел, мы переворачиваем. Здесь вот 30 градусов у нас было. Теперь переворачиваем на 30 градусов с этой стороны. И точим все зубья другой стороны. Вот таким вот образом. После того, как уже зуб начинает заканчиваться у вас, вы точите, к примеру, 10 раз там цепь, зуб становится маленький. Надо подрезать выбросной зуб, вот этот вот передний. Для этого у нас есть здесь винтик. Мы специально им глубину определенную выставляем. И подрезаем уже его на нуле градусов. Чуть-чуть, буквально на миллиметр. К тому же вы можете точить самостоятельно цепи напильником. Об этом мы поговорим. И я вам покажу, как и чего это делать. Заточка вручную. То есть заточка не электрическим станком, а вручную. Прямо, можно сказать, на пиле. Когда это нам необходимо? Когда в лесу, к примеру, вы поймали там землю, пила стала плохо пилить, вам надо немного поправить. Конечно же, мы советуем мастера цепи точить в мастерских. 100 рублей стоит, к примеру, заточка. Вам поточили все углы, все нормально выставили. И цепь будет пилить, в принципе, как новая. Вся вручная заточка, она производится, в принципе, как говорится, человеческий фактор. Все в основном на глаз. А именно, есть у нас вот такие вот приспособления. Сами мы, конечно, вручную не точим. Вот. Ну, так подтачивали, конечно, в своей жизни. Общие принципы я вам расскажу. К примеру, есть люди, которые точат просто напильником и вообще без каких-либо вот этих вот приспособлений. Просто ставят напильник в звено и вот такими движениями точат. Точатся всегда в одну сторону, а именно туда, вперед от... Ну, к режущему зубу. То есть режущий с этой стороны, с этой стороны у нас нету режущего. А с этой есть. Соответственно, в ту сторону вы и ведете. Но, когда вы так точите, вы, соответственно, имеете риск угол сбить. И сделать не 30 градусов, как положено, А, к примеру, там 35 градусов или там вообще 40-50 градусов острый сделать. Вот. Поэтому есть вспомогательные приспособления вот такого плана, которые нам помогают не сбить этот самый угол. Вот. Это уже более современные способы, так сказать. Вот. Устанавливается вот так она, эта штучка. И также простым напильником вы точно так же ведете. Но единственное отличие, у вас есть ориентир, то что здесь, и здесь должно быть посередине вот этого валика. И вы ведете уже как бы лишнее, никуда не заточите. Но точить то же самое в одну сторону. Прямо по валикам по этим катаете и все. Соответственно, сперва одну сторону проточили так. И потом переворачиваете шину, как вам поудобнее. И уже, соответственно, точите с той стороны. Вот. Когда более простые, вот такие используются направляющие планочки. Вот. На ней у нас указан шаг 3 восьмых, толщина напильника 4 миллиметра и углы. Соответственно, когда вы точите, вы не можете строго придерживаться этим углам. У вас рука все равно немножко вибрирует туда-сюда, дрожит туда-сюда, может уйти. Вы просто себя немножко, как говорится, поправляете. Ваша задача вот по этой вот полосе равняться. Точите то же самое в одном направлении, вставили и туда вот так проводите. Напильником. И следите, чтобы вот эта вот линия ваша с вашей шиной была в одной плоскости, скажем. Вот. Далее наступают моменты, когда цепь уже подтачивается довольно сильно. Вам надо снять выбросной зуб вот этот. Вот такая планочка вспомогательная. Сюда ее вот так вот одеваете. Здесь у нас выступ. Вот он, видите. Берете плоский напильник и снимаете лишний, который будет здесь торчать. Ну, здесь уже снятый, как мы видим. Вот. Для этого используются плоские напильники. Выбросной зуб немножко подтачивается. И, соответственно, пилить будет уже ровнее. На глаз его так стачивать тоже нельзя. Почему? Если вы сточите его слишком сильно, у вас цепь будет слишком сильно заглубляться. Вот. И будет пытаться вырвать большие куски. Будет зуби отрываться и тому подобные вещи происходить. Лопаться цепь. Вот. И должно быть почему еще равномерно. Потому что если вы с одной стороны снимете больше, чем с другой, у вас цепь будет уводить. Точно так же, как если вы когда будете стачивать один зуб с одной стороны больше, чем с другой стороны зубья, то у вас тоже будет или в ту сторону, или в эту уводить. Старайтесь зубья вот этих заточить круглыми напильниками, чтобы они одной были длины все. Что с этой стороны цепи, что с этой стороны цепи. Вот. Это общие принципы заточки. Старайтесь придерживаться их. Но самое главное, я вам скажу, как бы вы ни точили, главное точить цепь. Никогда не перейти дупыми цепями. Не уничтожайте свой инструмент. Тем более сейчас цены очень дорогие. Следите за цепями, следите за шинами. И все будет хорошо. Бывают такие моменты, когда ваша цепь, к примеру, порвалась. Соответственно, цепи можно ремонтировать. Вот. Порвали вы цепь, можно сделать. К тому же, когда вы долго работаете одной цепью, она вытягивается у нас. Натяжитель уже не может ее натянуть. И вам приходится выкинуть одно звено, бывает и два звена. Это сделать можно. Можно сделать это в домашних условиях при помощи молоточка. Мы делаем это при помощи станков специальных. Вот такой у нас первый друг станок расклепочный. При помощи его мы расклепываем цепи. Вот. Вставляем. И вот такими движениями мы цепь разъединяем. Вот. Второй наш помощник – это заклепочный станок. Вот он. Берем заклепочку. Заклепки продаются в магазинах или в мастерских некоторых. Кстати, заклепка должна быть обязательно под ваш шаг цепи. Вот. Вставляете заклепочку. И накрываете ответной частью, то есть вот этой вот крышечкой. Теперь надо нам вот эти вот штуки склепать. Вот. В этом нам поможет вот такой вот станочек. И при помощи вот таких вот несложных движений мы цепь нашу склепываем. Вот так вот. Так что ремонтируйте и точите ваши цепи. Всем удачи. Пока. Продолжение следует...